Глубоко уважаемый председатель, уважаемые коллеги, в первую очередь хотелось бы мне вас поблагодарить за возможность поучаствовать в Вейновских чтениях, за приглашение на конференцию, за очень теплый, радушный прием вчера в Киеве, сегодня в городе Еремче. Я являюсь неврологической внучкой Александра Моисеевича Вейна. В 2001 году я писала, защищала кандидатскую диссертацию под руководством его ученицы Табеевой Гюзель-Равкатнына, это профессор нашей кафедры. И когда я приехала в 2001 году в Москву, Александр Моисеевич для меня был очень такой большой корифей, он был в зените славы, окружен школой своих великих учеников, и для меня был это в первую очередь человек, под редакцией которого, под руководством которого были написаны наши фундаментальные студенческие книжки, по которым мы занимались. И я хочу сказать, что дело Александра Моисеевича продолжается, и вот в Казахстане мы сейчас начали заниматься проблемами сна. Ночные обследования в Казахстане начались примерно с 2000 года. У нас есть эпилептологические центры, в которых проводится исследование пациентов с удорожным синдромом. Однако в 2008 году на базе частной клиники Сункар была организована первая полисомнографическая лаборатория, которая занимается в том числе проблемами апноэ сна. Практические врачи, терапевты, кардиологи, лор-врачи, неврологи ежедневно на своем обычном приеме каждый день сталкиваются с большим количеством пациентов, которые страдают синдромом абструктивного апноэ сна. По данным эпидемиологии, его распространенность составляет 3,7%, а у пациентов терапевтического профиля в стационаре достигает 15%. Напомню, определение синдрома абструктивного апноэ сна, это состояние, которое характеризуется наличием храпа, постоянным спадением верхних дыхательных путей, прекращением легочной вентиляции, снижением уровня кислорода, грубой фрагментацией сна и избыточной дневной сонливостью. То есть в этом термине для нас самое главное было снижение уровня кислорода крови. Почему? В связи с отсутствием специализированных центров у казахстанских врачей пока нет возможности широкого проведения полного пульсомнографического обследования. Оно дорогостоящее и трудоемкое. Тем более это касается отдаленных районов и областей, там где они работают. И в связи с этим встает вопрос о внедрении и широком использовании недорогих, но информативных скрининговых методов обследования синдрома апноэ сна. И вот характерные циклические ночные колебания сатурации можно рассматривать в качестве одного из очень важных клинических маркеров синдрома апноэ сна. Кроме колебаний сатурации, циклическая брадитахикардия является чувствительным до 95%, но не специфичным до 48% симптомом синдрома апноэ сна. Это по материалам сомнолога Бузунова Романа Вячеславовича. Есть альтернативы пульсоксиметрии. Это ЦО-оксиметрия, анализ газа в крови. ЦО-оксиметрия является золотым стандартом, вычисляет фактическую кислородную сатурацию. Они более точны, чем пульсоксиметры в пределах 1%. Однако они дают сатурацию только в определенный момент, то есть снимок. Аппараты громоздкие, дорогие, требуют забора пробы артериальной крови. Им необходимо постоянное дорогостоящее обслуживание. Анализ газа в крови. Также требует инвазивного взятия образца артериальной крови. Множество газовых анализаторов вычисляют сатурацию, но она менее точна, чем вычисляемая пульсоксиметрами. Мониторинговая компьютерная пульсоксиметрия, как скрининговый метод, естественно, имеет свои плюсы и минусы. И основной претензией противников пульсоксиметрии является низкая, по их мнению, чувствительность метода. По данным множества исследований, которые проводятся с 1996 года, чувствительность метода составляла от 31 до 98%, а специфичность от 41 до 100%. Основной претензией противника пульсоксиметрии является низкая чувствительность. Но следует отметить, что в ряде исследований, в которых выявляли недостаточную чувствительность метода, как правило, использовалась очень низкая частота оцифровки сигнала, примерно 12 в секунду. Так как при эпизодах апноэ сна отмечаются достаточно быстрые изменения сатурации, то при данной частоте регистрации сигнала недооценивается много случаев с клиническим значимым синдромом апноэ сна. В нашей работе использовался компьютерный пульсоксиметр, пульсокс-7500, который работает на лазерной отражающей технологии. Частота оцифровки сигнала в нашей работе составила 2 в секунду, то есть достаточно точные показатели были. В городе Алматы, это Республика Казахстан, исследования с целью изучения заболеваний остановок дыхания во сне не проводились. И целью нашего исследования было сравнительное исследование диагностической ценности метода пульсоксиметрии в скрининговой диагностике синдрома апноэ сна у взрослого населения города Алматы. Всего за 4 года работы обследовано 117 пациентов с жалобами на храп. 67 мужчин и 50 женщин. Средний возраст 57 лет. Вот вы видите, по данным пульсоксиметрии, это автоматический отчет, который формируется. Первичный неосложненный храп, то есть без снижения сатурации, был выявлен у 38%. 22 мужчины и 16 женщин, что составило 32%. Первичный храп имеется в виду богатырских храп, который описан в сказках, когда человек просто храпит, от него раздаются очень громкие звуки храпа, которые невыносимы окружающим, но при этом никакого ущерба здоровью, продолжительности жизни этот храп не доставляет. Вот так вот он выглядит по данным пульсоксиметрии. То есть вы видите, средний пульс за ночь составил 61 в минуту, самый высокий 82, самый низкий 51, то есть в пределах нормы. При этом сатурация не снижалась. Теперь тяжелый синдром апноэ сна, то есть классический, когда идут остановки дыхания частые, был выявлен у 26 пациентов, что составило 22%. И вы видите, характерные, вот чистоколом идут колебания сатурации, и под ним характерные чистоколы изменения ЧСС. То есть в ночное время постоянно тахибрадикардия, сердце не отдыхает, все время работает. Соответственно, этот человек утром просыпается с утренней головной болью с высоким артериальным давлением. Вот так вот выглядит тяжелый синдром абструктивного апноэ сна. И вы можете видеть на кривой в нескольких местах такие лохматые изменения. То есть вниз сатурация идет. Это соответствует циклу фази быстрого сна. То есть в периоды, когда человек видит сон, снижение сатурации наиболее явное. Также еще запись еще одного пациента, который имеет тяжелый синдром абструктивного апноэ сна, тяжелой формы и хроническую ночную гипоксию. За 8 часов сна вы практически видите, мозг у него не отдыхал, постоянно находился в гипоксии. И сердце не отдыхало. У 53 пациентов, это 45% с храпом, был выявлен по данным пульсоксиметрии предварительно синдром апноэ сна 1-2 степени. Всем пациентам этой группы было решено провести дополнительное кардиореспираторное мониторирование. В этой группе у 31 пациента выявлен синдром апноэ сна 1-2 степени. То есть вы видите, что есть изменение пульса. Самый высокий пульс за ночь составил 100 ударов в минуту, самый низкий 58 тахибрадикардия. Но снижения сатурации, как при тяжелом синдроме апноэ сна, нет. У 22 пациентов этой группы после кардиореспираторного мониторирования выявлена ночная десатурация, постоянная, равномерная, связанная с бронхолигочной патологией и с патологией лор-органов. Соответственно, эти пациенты направлялись к специалистам. По результатам нашего исследования, чувствительность метода пульсоксиметрии составила 100%. Специфичность 59%. Можно сделать вывод, что метод достаточно эффективен в диагностике синдрома апноэ сна тяжелой формы, средней тяжелой формы, но недостаточно точен в диагностике легких форм. Но, тем не менее, метод пульсоксиметрии, как недорогой, нетрудоемкий, может быть рекомендован для использования практикующими врачами на уровне поликлиники. Спасибо за внимание.